Коллеги, приветствую! С вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы детально разберем золото. В пятницу обновила у нас исторические максимумы, а значит нам нужно знать, где будет остановка или когда начнется коррекция. Так что на сегодняшнем обзоре вы сможете узнать, как у нас золото будет вести следующую торговую неделю, чтобы максимально на этом заработать. Перед началом ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на YouTube-канал Амаркетсайд. Также стоит отметить то, что данная запись была подготовлена 18 августа в это воскресенье. Если вы хотите посмотреть полную запись, вы можете перейти на мои социальные сети YouTube и Routube, чтобы там увидеть полный обзор, потому что мы там разобрали еще биткоин, мы разобрали тонкоин, рубль и индекс доллара. Ну что же, погнали! Золото мы знаем пробило у нас новый хай и соответствующий у нас старый наш прогноз, который мы учитывали, 2.484, если пробивается, то мы растем к отметке 25.34.46, но привидим откат на 25.15. Цена у нас еще до него не дошла, но встретила линию сопротивления пунктирную. Давайте посмотрим. Вот так мы отодвинем график, чтобы нам было понятно. Недельный таймфрейм. Вот, а здесь мы видим то, что цена у нас подошла повторно вот именно к этому условию. В понедельник бы я бы готовился бы к коррекции золота, хоть и... Ну это, кстати, логично, потому что доллар у нас слаб, да, например, закрылся в пятницу с ослаблением, у нас коррекции так, такого и не было, то значит, логически у нас и золото, вот у нас укрепилось на росте, у нас на линии сопротивления, вот синенькой, вот раз, два, три, четыре, вот откаты у нас были. И доллар начнет фиксировать, да, прибыль в покупки входить, и продажи золота будет. Ну, сейчас мы найдем здесь вариант коррекции, при каком условии будет. То есть у нас здесь очень такая красивая линия, кстати, построена, очень такая прям вот, и вообще легко прочитать, увидеть. Вот, пока она не пробилась, сделок не выходите, кто покупки держит, держим еще их. Если в случае прорывается, то надо будет выйти, уже зафиксировать, чтобы не рисковать. Но опять же, если долгосрочно, то все позитивно у золота, просто мы сейчас с техническими линиями не можем совладать, прорвать их. Вот, так что вот у нас зелененький пунктир пробьется, уже звоночек надо то, что фиксировать. Какой уровень должен быть пробой? Это у нас 15 минут таймфрейм, и я бы подождал бы пробития в области 5500. Вот если у нас пробьется, 5501, вот если точно прям быть. В этой ситуации, я думаю, рынок начнет уже корректироваться, у нас уверенно. Вот, далее мы по текущим максимумам, ну, это та же поддержка у нас, сейчас мы попробуем. Вот так. То есть у нас поддержка-то пробьется, рынок дальше. Он вполне будет использовать как ретест, будет вполне себе, рынок попробует использовать 24.84. 24.85, округлим, 24.90, 24.85. То, что будет использоваться ретест, чтобы от него потом отскочить, от линии поддержки красной, и потом продолжить движение, чтобы было легче сталкиваться с линиями, например, они располагались дальше. Чтобы было легче покупателям проходить вверх. Вот, если мы вот этот вариант так вот сделаем, поставим его зеленым. Вот, все, да, и соответствующую построим вот так вот его. И прям, ну, очень красиво ложится, что, очень красиво. Так, а, нет, немножко у меня здесь. Вот так вот правильно будет. Вот тут очень важно вот эти мелкие все детали вот видеть, и потом уже картина общая всегда складывается. Вот, ну, у нас, смотрите, на 30 минутке здесь вот рынок прорвал его. Возможно, на часовике это просто тень, и рынок на часовом больше, кстати, внимание. Но мы помним, что на 4-х часов это время, да, у нас, даже на 9-м, у нас на линии сопротивления этим синим находимся. Чтобы понимать, что вот этот момент коррекции будет, смотрите, вот у нас тоже было вот, например, вот такой вот коридорчик, да, зелененький пробой, и рынок начал падать, да, когда у нас до пунктирный синий он дошел. Вот у нас тут тоже был вот тут коридорчик. Вот у нас он тут пробился и начал падать. Потом был, соответствующий, следующий коридорчик, который мы сейчас вот нашли, да, например. Здесь остановилось, пробивался, шел к следующему коридорчику линии поддержки уже, на нем останавливался, соответствующий, пробивал его еще ниже падает. То есть вот так вот лесенкой, и мы учитываем, что рынок повторит эту же картину смело. Я бы золото был по коррекции бы все-таки аккуратнее. По кубкам сейчас долгосрок, да, нормально все. Но в ближайшее время лучше на коррекцию акцентировать внимание, чтобы не паниковать, да, например, если когда он начнется, чтобы четко уже, опа, я это предвидели. Так, теперь соответствующие. Ну, у нас вот максимум, который был, это у нас в пятницу 16.55. Я думаю, его использовать как уровень, ну, вполне вот он как откат будет использоваться. Но я думаю, все-таки вот этот, когда цена все-таки падала, использовал как коррекцию, что не могла пробить именно тогда, двигалась вниз. У нас это движение пока мало. Анализ сделать крайний нелегко, сразу повторю, потому что мы обновляем хаи новые. И тут, соответственно, внутри обратной стороны у нас рынок вел себя в ранее, когда импульс надвигался, а не корректировался, как мы сейчас рассматриваем. Но вот то, что тут откат был небольшой на 24.93.5, я считаю тоже весомым аргументом, то, что золото у нас его повторно будет тестировать. Вот так вот, к примеру. И к тому же мы доходим до восходящего у нас тренда красненького. То есть у нас это 15-минутный фрейм лучше дождаться пробоя. Вот. Стоп ставить за максимумом. Вот текущим, если у нас все в понедельник насчет спрямо падения, то есть на 25, это 10, 25, 71. Вот. В случае, если рынок у нас прорвет зеленый восходящий тренд, я думаю, сейчас намеревается вопрос. Это если у нас минимум будет прорван 24.77.90, то я считаю у нас рынок дальше будет. Кстати, возьмем вот так вот. Так, так, так. И давайте оранжевый, например. Раньше использовался вот этот уровень, видите, как сопротивление. Потому что не мог прорваться. И когда он уже последний раз обновлял максимум, это у нас когда было 18 июля, когда рынок уже падал через него. Вот. Но что-то вот здесь вот он находил. Вот тут он вот. Видно у нас такие, видите, вот сколько здесь был. Вот когда максимум обновил, падал. Вот тут тело сейчас остановилось, развольнулось. И вот тут оно упало. И у нас там коридор уже был найден ранее. Сейчас у нас тут эти уровни будут повторно использоваться. Так, если мы сейчас сюда его добавим. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот мы сейчас его с синеньким вот так вот сделаем. Это у нас уже цена... Ну, тут вот так вот даже. И вот так синим. А вот тут это дополнительный уровень отката предусмотрю. Сейчас мы учитывать будем, если у нас зелененький прорвется коридор, надо найти новый же восходящий. У нас он будет вот таким вот. Это где мы будем фиксировать прибыль. Ага, ну как сходится. А то 4 часа, кстати. Вот у нас здесь чуть-чуть когтила свечи закрываются. Прямо на уровне. Вот тут он. По серединке. Вот следующий. Вот этот уровень поддержки. А мы вообще, значит, взял. У нас, по-моему, синий много, да? Давайте взял оранжевый. Оранжевый у нас нет. Вот здесь. И это будет завершение. Тут зависимся от угла падения уже, коллеги. Ну, зеленая длиня поддержки пробивается. Если пробивается, у нас 24,77. Мы это уже обсудили. Вот. Движемся к длине поддержки оранжевой. Учитываем откаты на 24,67,82. 24,58,18. Если мощной тенью, то там 24,49. Ну, я покажу вот так вот, что мы дойдем до линии поддержки. Это основной будет интерес рынка. Вот. Ну, это на ближайшее время. Так что золото я бы вот на коррекцию прям бы рассчитывал. Рост. Ну, сейчас еще вам, кстати, немножко покажу. На минуту, если перейдем, то вот у нас здесь вот такой вот коридор сейчас есть. В нем цена будет у нас в ближайшее время находиться. Потом, естественно, угол икона станет пониже, пошире, свободно. Это пока вам подсказка, если на покупке держите и хотите вовремя, например, позиции сбросить. Да, например, если цена поддержки, она будет проходить скальпингом, будет заниматься. Вот. Что-то, ну, как и двойная вершина тоже. Вот перевернутая двойное дно, которое мы сегодня разбирали. То есть у нас вот двойное дно. А вот у нас двойная вершина, наоборот, буковка М такая. То есть сейчас у нас на рынке, в принципе, здесь и показывается, что вполне стоит учитывать здесь вот эту закономерность на падение. То есть у нас так, 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 так. Вот. Если прям короткие позиции, быстренько их открыть-закрыть. Ну, это вот 25.05, 47 пробивается. Поддержка будет, конечно, на свой риск. И там 25.03. Но я даже показать буду, потому что там поддержка вот эта мне не нравится. Так. Оп. Я тут удалил. Нет. Так, так, и вот так. Ну, и если, соответственно, на 15 минут там пробивается хай, то дальше растем к целям, которые обозначили. Коллеги, спасибо, что до конца досмотрели данный обзор. Обязательно подписывайтесь на мои социальные сети. Следите за текущими торговыми ситуациями. Но особое внимание уделите телеграм-каналу. Так как там в течение недели я еще предоставляю дополнительные точки входа в рынок для заработка. Также, так как у нас сейчас замедляется работа интернета в России на ютубе, то, соответственно, еще и переходите на мой рутуб-канал. Подписывайтесь на него, чтобы там следить за прямыми трансляциями. Ну, что же. Желаю вам как можно больше тейк-профитов, крепкого здоровья вам и вашим близким. До встречи. Пока-пока.